Дорогие друзья, я приветствую вас на телеканале Юморбокс. Сегодня 9 ноября, среда, а это значит, что в прямой эфир выходит программа «Маленькая пятница». Меня зовут Мария Ост. Здравствуйте, мои дорогие. В течение ближайших полутора часов улыбаемся, общаемся, смеемся, дарим друг другу только хорошее настроение. Также вас ждет интеллектуально-познавательная беседа с моим сегодняшним приглашенным гостем. Много качественной музыки отечественного производства. И мы, в свою очередь, очень ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 276-29-49, код Москвы-495. Звоните к нам в студию, задавайте ваши вопросы, передавайте привет и поздравления, пожелания. Быть может, даже задание «Я и мой сегодняшний гость» сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы подарить вам хорошее настроение, энергию, позитив, радость и счастье, чтобы ваша пятница поскорее настала с ней долгожданные выходные. Открою эфир по традиции поставить вам музыкальное видео Димы, Билана по парам. После этого не переключайтесь, ведь самое интересное впереди. Для вновь присоединившихся телезрителей я напоминаю, друзья, вы смотрите программу «Маленькая пятница» и мы в прямом эфире. Вот ко мне присоединился в студию мой сегодняшний потрясающий гость. У меня в гостях Игорь Христенко. Это российский эстрадный артист, пародист, киноактер и телеведущий, друзья. И просто замечательный мужчина. И он сегодня у нас в гостях. Прошу любить и жаловать. Так что напоминаю, телефон прямого эфира 276-29-49, код Москвы-495. Звоните нам, мы ждем ваших звонков. Игорь, приветствую вас. Поздоровались еще до эфира в Гримерной. Спасибо, что вы к нам приехали, доехали. Несмотря на снегопады и катаклизм, которые сегодня на дорогах, мы здесь и нам это очень радо. Спасибо, что пустили в студию. Ну, не пустить такого человека мы не могли. Всегда вас очень рады видеть. Вас ждем. И вот начинаем мы нашу с вами среду с улыбки. Так. Как, кстати, вообще начинается ваш день? Как вот вы обычно начинаете? Денью? Ну, как день? Начинается, как и у всех людей, связанных с искусством, не в 7 утра. Ну, я очень люблю, чтобы на кухне было чисто. Я каждое утро встаю и в качестве зарядки я мою полы на кухне. То есть, вы настолько человек педантично любите. Да, потом берется большая чашка. Я собираю чашки с рыболовной тематикой, поскольку я психически больной рыболов. И большая чашка, крепкий шорный шай с молоком. Ну, как бы вот так. И потом уже мозг начинает осознавать кто-то и отдавать, ну, хотя бы какие-то более-менее понятные команды остальным органам. То есть, спрошу еще раз подчеркну, не кофе, а чай? Чай, чай, чай. Ну, а вы, то есть, получается, вы не жаворонок, вы все-таки, можно сказать, сова, да, любите? Ну, в силу, как бы, профессии, которая уже долгие годы, она наложила, конечно, отпечаток на строение организма. Конечно, сова. Скажите, пожалуйста, Игорь, ну, если мы немножко начнем вот с истоков, с самого детства. Ведь вы росли в такой творческой, в такой гениальной, я не побоюсь этого слова, семье. Вот как вы все-таки решили стать, не пойти, может быть, пародительским стопам, а решили именно пойти артистом, стать пародистом, киноактером? Ну, дело в том, что я дитя кулисы. Папа и мама, они работали в театре, папа пел, мама была балерина. И, конечно, я рос за кулисами лет в пять-шесть, я уже знал наизусть практически все классические опереты и опереты советских композиторов. А пошел почему в артисты? Ну, наверное, потому что, ну, во-первых, за 10 лет обучения я сменил 24 школы, потому что родители постоянно разъезжали. И поэтому уровень моих знаний закончился на задачах про бассейн с двумя трубами. И до сих пор у меня в пути пешеход с велосипедистом. Они так и не встретились на дороге по пути пункт А и пункт Б. И к 10-му классу, конечно, для учителей была огромная радость, когда я не ходил в школу. Ну, и один путь был поступать в театральный институт. Тогда было очень модно, это был 76-й год. Сейчас все думают, так, сколько живу. Ну, да, 76-й год, и я приехал в Москву поступать в институт. Тогда все поступали сразу во все театральные институты. И совершенно неожиданно для себя, после второго тура меня брали и во МХАТ, и в ГИТИС, и в Щукинское училище, и в Щепкинское. Почему выбрали и не Щепкинское? Ну, загадка, вот как-то так на небесах распорядились. Еще, наверное, сыграло то, что художественный руководитель Виктор Иванович Коршунов, Царство Небесное, он дал мне записку в общежитие, сказал, сейчас там иди, там можно будет жить. Ну, я так подумал, общежитие сразу дают, прекрасно, нигде такого не предлагали. Ну, как бы, вот это, наверное, тоже в какой-то степени определило учебу в Щепкинском театральном институте. Скажите, а вот свое амплуа, вот комедии, вы уже сразу поняли, вот когда уже студентом, или это уже позже пришло? Нет, 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 амплуа-то я понял, я понял еще в школе. А в институте, ну, как-то так, я по молодости-то смазливый был. Вы и сейчас прекрасно выглядите. Дело в том, что педагоги, очевидно, принимали во главу угла мои внешние данные, меня всю жизнь в институте тянули на героя. Хотя внутренне, конечно, я могу быть разным. И, в общем, и в дипломе я выпускался в пьесе «Уехавший, остался дома» Лупа де Вегов, в которой я играл главную роль, абсолютно такой вот герой прямо, ах, Идальго. Но внутренне, конечно, мне всегда хотелось шалить. Я всегда очень любил наши капустники. Уже тогда я делал какие-то пародии на артистов, на педагогов. Но вот все годы обучения меня старательно тянули на героические роли. Ну, то есть, получается, вы сами выбрали, потому что, может быть, педагоги хотели главную роль, то есть, выпускного спектакля, как вы сказали, но судьба распорядилась так, и ваше, так сказать, творческое нутро вывело именно в комедию. Ну, дело в том, что для меня, как бы всегда с детства, примером для подражания являлся Андрей Александрович Миронов. Когда я был маленьким, я жил у бабушки в Симферополе, и вышел на экраны фильм «Бриллиантовая рука». Естественно, я, как и все мальчики, на протырку это тогда называлось, бесплатно мы ходили в киношку, там, ложились между рядами на пол, или прятались за экран. И я раз, наверное, 15-20 посмотрел этот фильм, молодой, маленький мальчик, мозги быстрые, и я наизусть знал все песни из этого фильма. И для мужчин, которые играли во дворе в домино, такой был стол, покрытый эбонитовой плитой, они делали, кричали «Рыба!». И потом, когда уже шло окончание игры, меня подзывалили и сюда. Ставили маленького толстого мальчика на стол, и я весело пел «Вещь, покрытая зеленью, абсолютно вещь». И вот, и тогда уже я получал деньги на мороженое. То есть зрители аплодировали, деньги на мороженое были, и жизнь подолазила. Аплодировали, кончили аплодировать. Да, друзья, ну, в общем, на этой веселой ноте я предлагаю посмотреть порцию юмора от Игоря Христенко прямо сейчас для вас, не переключайтесь. Зачем портить настроение? В некотором царстве, в небезызвестном государстве, царевну никто рассмешить не мог. Звали ее Елена Прекрасная, но была она не смеяла. И сказал царь-батюшка, «Кто мою дочь рассмешит, тому дам полцарства в придачу, и ее саму в жены!» Прослышали про это все юмористы царства. Прискакали во дворец, кто на палочке верхом, кто на осле, кто на бентели, и давай ее смешить. Не смеется царевна, хоть ты тресни. Ей по голове. И вышел тут вперед Евгений Веселуха. Так поежился, а потом говорит, «А что у меня там такое?» и вытащил из-под пиджака пенсионное удостоверение. Увидела царевна, какая у него пенсия, стала смеяться, аж губа треснула. А Евгений Веселуха вынул руби и говорит, «Гуляем, отстроим пир на весь мир!» Царь-батюшка аж прослезился и сделал ему царский подарок. Увеличил пенсию аж на три рубля. Тут уж Веселуха начал смеяться так, что до сих пор остановиться не может. Устроили не пир на весь мир. Я на том пиру был, но пиво пил, по лусам текло, ой, что в рот попало. А жена у Петросяна теперь никакая не смеяна. Нет. А просто Елена Степаненко. Ммм, Елена прекрасная. Вот. Дорогие друзья, я надеюсь, что у вас такая же улыбка, как у меня, потому что потрясающее видео мы только что посмотрели от Игоря Христенко. Не знаю, я вот это сейчас вместе с вами смотрел, дорогие друзья, и сразу приходила на мысль классическая фраза «Какая отвратительная рожа!» Я бы так не сказала. Игорь, а вообще верили вы когда-либо в детстве, может быть, верите и сейчас в сказки? Потому что видео, которое мы сейчас смотрели, называлось «Сказка». Ну, конечно, я верю в сказки. Ребята, в какой стране мы живем? Мне кажется, я до сих пор живу в какой-то собственной сказке. Нет, ну вот правда, вам присущ какой-то такой романтизм? именно вот… я абсолютно, я до сих пор в Деда Мороза верю. Пишите безумно. На снегу. Нет, ну, актер, на мой взгляд, любой. Актер, это же все равно в душе надо сохранять ощущение юности и молодости. Когда человек говорит, вот я, понимаешь, внутренне нельзя стареть. Оболочка, ребята, она стареет, иногда подводит. Но, вот я скажу честно, я как там в 16 лет был таким внутренним, где-то я и остался, потому что ощущение свежести, восприятия и новизны окружающего мира, оно придает желание двигаться. Ну, а вот как вы считаете, если такой, может быть, практический совет от вас, раз мы об этом заговорили, как сохранить в душе ребенка, как сохранить себе вот эти детские чувства и не меняться, не черстветь с нашими жизненными, может быть, какими-то катаклизмами? Вот ваше ребенок. Ну, во-первых, надо общаться с детьми больше. У меня двое внуков, и я, ну, один уже большой человек, 8 лет, второй внучке 2 года, и, на мой взгляд, общение с подрастающим поколением, оно дает тебе возможность находиться на одном интеллектуальном, в первую очередь, уровне вместе с ними. Не, ну, это здорово, потому что время-то меняется, и, конечно, сейчас дети, и вообще все подрастающее поколение окончательно испорчено гаджетами, оно мыслит совершенно по-иному, и, ну, я помню, когда внучке моей был год, и она уже своими толстыми, пухлыми пальчиками водила по экранам телефонов и всяких айпэдов, сейчас человек в 2 года скачивает себе мультфильмы, вот, еще мультики надо смотреть, ребят, и это кайф, причем не, ну, я, наверное, не очень понимаю вот эти мультфильмы сюрреалистические, которые сейчас смотрят дети, американские, но мне очень нравятся наши старые мультфильмы, такие рисованные, в том числе, ну, погоди, да, рисованные мультфильмы, в которых, ну, там есть жизнь, а не только сюжет, конечно. я вот полностью вот с вами согласна, то есть, нужно общаться больше с детьми и вот смотреть что-то такое связанное именно с детским образом в жизни, мультики и прочее, я тоже, кстати, обожаю смотреть мультики, друзья, а вы любите смотреть мультфильмы? А посмотрите 18-19 выпуск, но погоди, в котором голосом Анатолия Дмитриевича Папанова за волка говорил ваш покорный слуга, я так хвастаюсь, да, 18-19 выпуск, я лишь хочу напомнить нашим телезрителям, телефон прямого эфира 276-29-49 код Москвы-495 Друзья, у вас есть уникальнейшая возможность позвонить и поговорить с моим сегодняшним гостем, с Игорем Христенко лично, быть может, он вам ответит, да не своим голосом, друзья, вот мы позвоните и проверим. Игорь, ну давайте еще вернемся к биографии, потому что очень интересно, нам очень много присоединили на форумах. Вот скажите, то есть, после Щепкинского училища, как все-таки, вы же играли в театре сатира какое-то время, и как все-таки судьба привела вас на эстраду? Скажи. Ну, дело в том, что в московский театр сатиры, он всегда отличался тем, что артисты очень много играли концертов, тогда существовала колоссальная возможность заработать деньги на стороне, но поскольку я пришел в театр сатиры, и первая зарплата у меня была хорошая, но маленькая. Я получал 90 рублей в месяц на руки 78, а у меня уже был ребеночек, и кормить-то надо было чем-то, но тогда существовал Москонцерт, Росконцерт, Госконцерт, Московская филармония, Московская областная филармония, общество пропаганды музыкального искусства, всесоюзное общество слепых, дай им Бог здоровья, и книголюбов, и тогда везде можно было где-то подхалтурить, подзаработать. И, конечно, все артисты театра сатиры на стороне работали, и я помню, как Спартак Васильевич Мишулин Вата однажды взял меня с собой в поездку, называлось в те далекие времена, во время отпуска поехать на ЧОС. В чем это заключалось? ЧОС это когда за 22 дня было сыграно 104 концерта. Вот это ЧОС, друзья! Концерты в 6 утра на шахте, в 7 утра на автобазе, ну, вот как бы... И, конечно, ставка у меня была 8 рублей, ну, плюс вычеты, минус подоходный, но я там что-то получил рублей 600, я был богат, как крёс. Это фантастика была. Игорь, скажите, когда вы вышли читать первый раз монолог, вот так сказать, сольно, как вообще у вас тряслись ли коленки? И вообще, как вы будете с тобой? Они у меня трясутся и до сих пор, потому что, ну, я не знаю, наверное, есть артисты, которые не волнуются перед выходом, но дело в том, что театр чем еще отличается от эстрады? В театре ты все-таки прикрыт сюжетом пьесы, мизансценами, партнерами, режиссерскими ходами, у тебя как бы есть куда убежать, а на эстраде ты выходишь один к зрителю, и тут уж, извини, как говорили раньше, гамбургский счет, будьте любезны предъявлять, ребята, каждый выход на эстраду, это, конечно, борьба, борьба с собой, борьба с зрителем, да, но чем больше ты отдаешь зрителю, тем больше ты в итоге получаешь, и в свое время после работы в театре сатиры я целый год работал с Александром Израильевичем Шуровым, был такой, кто постарше может помнит, был дуэт Шуров и Рыкунин, куплетисты, раз в огонь ресторана я купил шашлык бараний, за окном мелькнул Урал, я шашлык еще жевал, и Шурову Александру Израильевичу тогда было 86 лет, мне, ну там лет 27-28, наверное, и вот мы с ним работали, я был его партнером Рыкуниным, они разошлись там в течение года, они работали, и была такая довольно забавная история, но мы всегда имели успех, так я к чему? вот еще Шуров мне в те далекие времена говорил, что Игорешек, я тебе скажу, почему я так долго живу? Знаешь, я говорю, понятия не имел Александр Иванович, я так долго живу, потому что я всегда имел успех на эстране, меня всегда любили зрители, и конечно вот эта энергетическая подпитка при общении с залом, она очень много дает человеку, актеру впервые. конечно, друзья, у нас звонок в прямом эфире, здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Виталий. Здравствуйте, Виталий. У меня вопрос такой, в случае с жизнью, как не привлекать внимание продавца консультанта? Простите, еще раз, Виталий, как не привлекать внимание продавца консультанта? А, вы имеете ввиду, когда ты приходишь в какой-то магазин и тут же подвигает довольно назойливый молодой человек и говорит, а не хотите ли вы попробовать или посмотреть или вкусную и... Я думаю, Виталий ждет, может быть, от нас какого-то централизованного ответа. Да-да. Масокер. Нет, ну как, ну, приклеиваешь черную бороду, надеваешь зеленую повязку на голову и говоришь, это мне не надо. Человек тут же все понимает и ты уже в одиночестве, но потом, когда заплатить бороду отклил, повязку снял, говоришь, а можно еще презент? И тебе тут же дарят еще мороженку. Ну, я, честно говоря, небольшой специалист в этой области, потому что по магазинам-то я редко хожу. То есть, в доме вы отвечаете не за эту часть? Нет, но дело в том, что я уже почти 40 лет женат на женщине, которая отобрала у меня паспорт и заставляет работать бесплатно. Я сдаю деньги, а в кассу с хозяйством ведет она. Игорь замечательный семьянин, у него потрясающая семья. Кстати, можно раскрыть, может быть, секрет, если кто не знает, что со своей супругой вы же познакомились еще будучи студентом. Да, Леночка, она училась на курс старше, талантливейшая актриса, весь институт прибегла смотреть, она играла Агафью Тихонову, женеть бы. Ну, так вот жизнь распорядилась, что вот, как бы, гораздо менее способный человек сейчас сидит в студии, а она сейчас смотрит на меня с экрана. Любя смотрит, это важно. Друзья, прямо сейчас вы с экрана увидите потрясающую порцию позитива от моего сегодняшнего гостя, от Игоря Христенко. Видео смотрим прямо сейчас. Вот Леончик. Друзья, в самом прямом эфире программы «Маленькая пятница» с вами у меня в гостях актер, актриса, актер, парадист, телеведущий, просто талантливый человек Игорь Христенко у меня в гостях, так что звоните к нам по телефону прямого эфира, который вы видите у себя на экране, но я повторю, 276 29 49 под Москвой 495. Мы ждем ваших звонков. Игорь, посмотрели только что очередное ваше видео. Как вы вообще относитесь к работам, которые уже были? С самокритикой. Ответ А. Ответ Б. С удовольствием. Нет, конечно, ни с каким удовольствием. Я очень не люблю себя смотреть на экране, мне так мучительно всегда, больно, потому что понимаешь, что можно было сделать все по-другому, гораздо лучше. Ну вот я не знаю. То есть вы самокритичный человек, можно так сказать? Я самокритичный, я бы даже сказал. Ну, я как-то вот, мне гораздо веселее себя слушать в мультфильмах, вот это я люблю. Вот по поводу мультфильмов мы немножко поговорим чуть позже, а мне вот еще хочется по поводу эстрады, потому что многое спрашивали, интересовались телезрители. Вот, Игорь, скажите, как пробить вообще зал? Вот если вы выходите, понимаете, что вот одна шутка не прошла, вторая шутка, как-то ожидали большего. И понимаете, что как-то вот сложно его раскачать. Вот как вы собираетесь? Нет, я могу рассказать реальную историю. Это было достаточно давно, и я приехал выступать в военную часть. По-моему, я еще служил в Театре Сатиры, в Струйбатовской части, где-то в Подмосковье. И холодный, темный зал, какой-то прапорщик, заведующий клубом, поддатый, говорит, ну давай, это уже начинай. Я вышел на сцену и работаю, работаю, а в зале абсолютная тишина. Я так уже и достаю из-за пазухи уже и гранаты, и пулеметы, и... и ник вообще ноль. Я в абсолютном шоке, конечно, сдуваюсь, ухожу со сцены, расстроенный, жутко, думаю, что же случилось, что я не так делаю? И забегает этот прапорщик, говорю, да горел, спасибо, ну я, ну все, давай, сейчас мы с тобой накалим, что ты, а что ты, это самое, расстроенный такой? Я говорю, ну вы как расстроенный? Я говорю, ну вот, видите, я говорю, вот сколько вот сейчас, я стоял на сцене, я говорю, вообще ноль. Я говорю, да я даже не знаю, наверное, надо менять профессию. Я говорю, как зритель у вас с полной зала, вот тишина. Он говорит, да что ты переживаешь? Это же это, узбеков привезли, они по-русски вообще ни хрена не понимают. Вот тогда я немножко как-то воспрял дух. То есть, было даже и такое. Ну, проходили всякое. И огонь, и водоимедные трубы. Игорь, ну в общем, всегда отдача есть от зала, да, поэтому до сих пор в профессии, до сих пор в почете и уважении, то есть все-таки не разочаровали, что выбрали именно эту профессию? Нет, я не разочаровался, потому что, ну, на мой взгляд, ну, такая профессия хотя бы пытаться дарить людям радость и улыбку в такие, в общем, довольно непростые времена, это, ну, большой, большая, во-первых, ответственность, и, ну, я очень хочу, чтобы люди хоть немножко, хоть в чем-то были более улыбчивые. особенно в Кумуре, осенние будни, больше улыбайтесь, смотрите, юморбокс, это канал хорошего настроения, и у меня всегда самые лучшие гости. Игорь, знаете, вот еще хочу спросить, вот всегда легче зрителя, вот многие известные актеры, артисты, признаются, что вывести на, так сказать, пробить слезу, то есть вывести на какое-то сопереживание, а вот вызвать улыбку всегда сложнее. Вы вызывали эту улыбку миллионы раз, и у вас всегда это блестяще получалось. Вот скажите, помните ли вы какую-то улыбку, одну из миллионов, которая для вас дороже всего? Когда вы рассмешили или заставили вернуться такого человека, от которого, быть может, это наивысшая похвала, и для вас это такое личное достояние? Улыбку не помню, но вот у меня улыбка, конечно, улыбка ребенка, это, это, гораздо ценнее, нежели улыбка целого зала, но я помню, такой был еще один опыт, печальный, в театре сатиры, когда я пришел, все же артисты сразу заболевают, когда начинаются зимние каникулы. Я пришел, и в первые каникулы я сыграл 56 детских спектаклей. Пеппи, Длинный чулок и малыша Карлсон, который живет на крыше, причем, я там переиграл буквально практически все персонажи в этих спектаклях. Один раз я даже сыграл папу Пеппи, Длинный чулок, причем Пеппи, Длинный чулок играла Люся Гаврилова, а папа был младше Пеппи в два раза. Ну, это не имеет никакого значения. И тогда вот меня после этого стали звать в детские концерты. И Вова Радченко, царство небесное, замечательный был актер, все три сатиры. Он говорит, так давай мы сейчас сделаем детскую программу, будем играть в школу, детские сады, горшочники. И мы сделали детскую программу, я на гитаре пил какие-то детские песни, играли отрывки, читали стихи, и все было довольно забавно. И вот премьера, и мы приезжаем под Новый год в какой-то детский сад. А там мы играли отрывок из спектакля Пеппи, Длинный чулок, мы были жулики, мы выскакивали на сцену и начинали петь, чтобы от пальцев не остались отпечатки, мы наденем черные перчатки, чтобы работать без оглядки опаски, мы появимся в плаче и полумаске. И мне так хотелось поразить зрителей своим актерским мастерством, и мы приезжаем в этот детский сад и усадили всех детей, от старшей до самой младшей группы. И стоят воспитательницы, штук 150 детей, и я выскакиваю, и я так как рванул с места, штук от пальцев, и вдруг в первом ряду маленькая девочка с такими большими бантиками, она смотрела на меня и так, естественно, цепная реакция, и вот эти все 100 тысяч детей, которые сидели в зале, они все начали орать. Я перепугался, остановились мы, и вот я помню, воспитательница, она даже была, она была заведующей детским садом, огромная женщина, двухметровая, с усами, как у буденного, она мне сказала, вон отсюда! Я был в таком шоке, я помню, ехал в метро из этого детского сада и плакал, потому что я понял, что вот, наверное, надо менять профессию, но потом, в этом же детском саду, я реабилитировался, мы приехали, и уже сыграли гораздо мягче этот отрывок, и нас даже покормили, далее в миску. Компот? И пюре. И пюре с котлеткой, наверное. То есть получилось все-таки вначале не рассмешить, а испугать чуть-чуть. Слишком балакон. Через тернии к звездам. Да, точно. А скажите, а вот если, вот вы все-таки родились в творческой семье, это просто, еще раз мы говорили, сегодня действительно гениальные родители, вы со своей супругой тоже безумно творческие люди, театралы, подрастают маленькие внуки. Вот. Если решат выбрать, пойти по стопам дедушки, выбрать профессию актера, поддержите ли вы? Ну, у меня и сын был достаточно творческий человек. В детстве он и снимался в «Спокойной ночи» у малышей, и вел программу «Будельник» с дочкой Левона Аганезова с Дашей, пел, ну, такой прямо зажигалка был. Потом как-то что-то произошло, и, ну, вот он не стал заниматься какой-то творческой профессией, но внук, конечно, там такой прямо мальчик удивительный, он все время во что-то наряжается, танцует, поет, через поколение Агены передадутся, ну, посмотрим. Ну, мне бы, наверное, хотелось, хотя, с другой стороны, такая, конечно, профессия-то, по большому счету, кровавая, ну, вот из моего выпуска сейчас по профессии, ну, работает, ну, четыре человека, выпускалось у нас восемнадцать. Ну, самые талантливые, пробились все-таки. Ну, все были талантливые, когда вы... Значит, так сошли звезды, но вот если внук подойдет, скажет, «Дедушка, я решил поступать в театральный институт, дай совет». Какой совет скажет, «Дедушка?» Я скажу, «Судок, ты, конечно, поступай, но имею в виду, что я к этому никакого отношения иметь не буду». Но в любом случае вам будет приятно, когда решил пойти по вашему стопу. А внучка? Ну, два года поет, пляшет, конечно, ну, пока еще рано о чем-то сузить, но смешная. Забавно. ох. Друзья, прямо сейчас мы предлагаем еще вам попробовать, оценить и насладиться очередной порцией юмора от моего сегодняшнего гостя Игоря Христенко. Смотрим прямо сейчас. Дорогие друзья, вы смотрите телеканал Юморбокс, канал хорошего настроения. В прямом эфире программа «Маленькая пятница». Меня зовут Мария Ост. У меня сегодня гостяк Игорь Христенко. И только что мы посмотрели пародию, нет, не пародию, это был монолог видео с элементами пародии, безусловно. «Хотим дружить с таким талантливым человеком». Вот расскажите, правда ли это? Ну вот прямо вы мячик-то в лузу сейчас. Доброе дело. Несколько дней назад мне звонят из Квебека. Говорят, это с вами звонят из Квебека. Я думал, честно говоря, ну как обычно кто-то из друзей шутит. Прикалывается, шутит. С радио, с русского радио. Я говорю, а что вы там мне звоните, расскажите, пожалуйста. Они говорят, вы знаете, у нас вчера был в прямом эфире, ну вот как я у вас, Владимир Вольфович Жириновский. Я говорю, так, разговор обретает плоть и кровь. Я говорю, и что? И мы ему задали вопрос. Владимир Вольфович, а вот как вы считаете, кто из тех людей, которые делали пародию на вас, наиболее близок к оригиналу? Кто вам больше всего нравится? И он назвал вашу фамилию. Вот мы хотим сейчас с вами провести прямой эфир. Сегодня вечером мы вам позвоним. Ну, короче, эфир состоялся, но в свое же время, я вам скажу, когда закончилась советская власть, и, конечно же, тогда, ну, пародия на наших известных политических деятелей, вот, они могли быть только на кухне, и потом вдруг упал этот занавес, да, и вдруг все подумали, что можно, и все ринулись делать пародию на политику. Я же помню, что практически все, кто работали на эстраде в то время, стали делать пародию вы знаете, что на Михаила Сергеевича Горбачева, чтоб ситуация в стране не обосыривалась, вот, и я помню, как даже Леон Измайлов и Михаил Николаевич Задорнов делали пародию на Михаила Сергеевича Горбачева, и достаточно было действительно выйти на сцену и сказать я приветствую вас, и в зале уже стоял хохот, повал, для этого не нужно было обладать огромными талантами. А, конечно, потом долгие годы кормильцам всех пародистов страны был понимаешь Бурис Николаевич Ельсун и, конечно, как бы все эти персонажи наших политиков они присутствовали в моем репертуаре, потому что мне довелось работать на программе куклы, была такая довольно популярная программа на НТВ, которая просуществовала тоже лет пять, наверное, и там вот я озвучивал, озвучивал, у меня персонажей там было 12, так смотрите, вы все ну практически да, да, я готовила куклы, Игорь, но вот правда если можно так без купюр, то есть Владимир Больфович, вы знакомы действительно? Знаком, да, мы с ним встречались на мероприятии, нет, ну такого он мне, конечно, не говорил, но как-то мы там общались вполне нормально. Я могу иметь смелость попросить вас быть может кусочек, доставить удовольствие нашим телезрителям пародию на Владимира Больфовича, может быть кусочек из вашего тогда монолога? Ну, я могу вам показать такой маленький кусочек, дело в том, что сейчас же в нашей стране очень большая проблема, дело в том, что в каждой стране в любом виде спорта существует взлет и существует падение, но только в одном виде спорта у нас все стабильно это футбол и я вам скажу честно, я не очень болею, я не очень интересуюсь футболом, так же, как и наши футболисты, до чемпионата мира осталось практически меньше двух лет и деваться некуда и сейчас вот шли такие оживленные дискуссии кого назначить тренером нашей сборной на предстоящем чемпионате мира там хотели гуща, адвоката, потом, наконец, слава богу, выругли Черчесова, но при всем уважении к профессионализму Черчесова, мне кажется, все, конечно, он довольно мягкая фигура, единственный человек, который, как мне кажется, мог бы гарантированно привести сборную к победе, это вот все-таки Владимир Вольфович, да, я даже так проецирую ситуацию, Владимир Вольфович, он мог, наверное, сказать следующее, ну что, да игрались, подонки, да бегались, это ж нужно так играть, что самым активно действующим игроком нашей команды был призван вратарь Чесов, ну что такое, значит так, предлагаю новый план, врага нужно обезвредить на нашей территории, вот только прилетели, самолет приземляется, да, вот, сразу мы по русской традиции сразу встречаем, мы русские люди, широкая душа, понимаешь, сразу каравай, на каравай соломка, в соломке мельдоний, все, вопрос решен, браво, я тоже считаю, что, знаете, я много смотрела пародии, готовясь к эфиру, ну, это просто высший пилотаж, спасибо вам за это, спасибо вам за это, это было потрясающе, друзья, я уверена, что вам тоже это понравилось, звоните к нам по телефону, делитесь впечатлениями, телефон прямого эфира, 276-2949, код Москвы, 495. Сейчас есть какие-то персонажи, над которыми вы работаете, быть может, которые в перспективе, за которыми вы пока наблюдаете, ведь хорошая пародия, это прежде всего очень-очень за этим персонажем, так сказать, да, конечно, смотреть его со всех сторон, какие-то мелочи, детали, вот как вы сейчас показывали с Владимиром Вольфовичем, это же не только мимика, это жесты, это пластичность всего тела. Ну, у меня теперь большие надежды на Дональда Трампа, конечно. Друзья, да, речность достаточно харизматичная, узнаваемая. Вы даже чем-то похожи, ну, вот как-то образно, знаете, вот-вот, прямо, я думаю, что это прямо ваша пародия должна быть очень удачной. Да, причем сделаю прическу, которую, как бы, мне уже по возрасту подходит, вот этот зачет сзади. У нас многие артисты на нашей эстраде пользуются этой прической, причем мне очень нравится вот эта вот накладка, когда еще ветер, и так, она как крышка у чайника, так, время от времени. Я думаю, это будет очень актуальная пародия. Посмотрим, попробуем. Но вот вообще, как вы тогда расскажите, Игорь, вот как вы вообще готовитесь вот именно к пародии к определенному человеку, то есть, вот как вы читаете про этого человека, вот как вы ее разбираете, так сказать, досконально, припариваете этот опыт? Как мне кажется, ну, мне всегда очень нравится смотреть на фотографии, даже не видео, потому что на фотографии ты начинаешь как-то понимать устройство лица. Я в свое время был такой, как сейчас можно говорить, проект, была программа «Это смешно», такой своеобразный конкурс между артистом и юмористического цеха, и мне там досталась пародия на Ангелу Меркель. Конечно, фрау Меркель, ну, там все равно помогал, естественно, и грим, но вот это ощущение вот этой фрау, она же всегда говорит очень тихо. Я помню, там была такая шутка корреспонденту, фрау Меркель, расскажите, пожалуйста, почему Германия к России все время поворачивается спиной. Она говорит, «То, пуф, видите ли, дело в том, что стоит только Германия повернуться к России лицом, как Америка тут же пользуется этим положением». Пародия рождается из каких-то мелочей, из взгляда, из поворота головы, из... Сейчас вообще пародия, на мой взгляд, она не может быть такой. В свое время был гениальный пародист Чистяков, но он выходил на сцену и говорил, а вот что бы сказала по поводу этого события Клавдия Ивана Шульженко. И шел огромный номер в одном образе. Сейчас делать пародию такого объема в одном образе, на мой взгляд, уже невозможно, потому что сейчас мыслить все стали по-другому. Сейчас все мыслить стали как дети. Коротко и юмор сейчас становится такой, он становится более коротким таким, сжатость повествования, она стала гораздо плотнее, юмор становится. Хотя я всю жизнь был как бы поклонником юмора Михаила Михайловича Жванецкого, человека, к которому я отношусь с глубочайшим пиететом, потому что даже вот в те далекие советские времена, которые вы еще не застали, я вот сейчас сформулирую, сейчас сформулирую, Жванецкий, он давал мне такую уникальную возможность по тем временам почувствовать себя умным человеком. когда ты сам докручиваешь то, что тебе мяч подали, но забиваешь ты, и вот ты, конечно, это дает определенный кайф. Сейчас все как-то становится проще, но я все-таки стараюсь оглядываться на идеалы. Скажите, ну а если вот мы можем такой вот вопрос, если сказать, кто ваш учитель на эстраде? Учитель, ну, я вам так скажу, на эстраде и в театре никого нельзя ничему научить. Вот я четыре года я учился в театральном институте. Я понял, что научить тебя никто не может. Научиться ты можешь. и это тоже складывается из каких-то невероятных мелочей, но вот то, что я в свое время служил в театре сатиры, рядом были такие невероятные артисты, как Аннатуалевич Папанов, Андрей Александрович Миронов, Спартак Мишули, Георгий Павлович Менглет. Они были великие артисты и по моему глубочайшему убеждению твой круг общения он тебе дает гораздо больше, потому что каждый артист все равно он как губка, все равно он внутри обезьяна, все равно я иногда начинаю общаться с каким-то человеком, к которому я отношусь, с каким-то пиететом и уважением, я потом ловлю себя на мысли, что я начинаю говорить, как он, смотреть, что-то делать, пугаюсь этого иногда, но вот круг общения безусловно для тебя очень важен и я не могу сказать, что вот мой это учитель в театре или там на эстраде, я конечно что-то от каждого беру, что-то впитываю, для меня в отличие от некоторых других артистов всегда большим подарком на сцене был партнер, который сильнее тебя, потому что когда рядом с тобой человек слабее, ну и что, топтать его, а когда человек сильный, ну ты невольно стараешься как-то тянуться, конечно, до этого уровня допрыгнуть и это дает тебе гораздо больше в спортивном ощущении твоей формы, нежели ты как-то среди слабых. А вот если мы спросим то же самое про жизнь, перенесемся, вам в жизни тоже нравится, когда вас окружают немножко люди сильнее в чем-то? Я общаюсь с огромным количеством людей как бы по роду своей профессии, по роду своего основного увлечения рыбалки, я вам скажу, иногда куда-нибудь уезжаешь на край света на Камчатку или на Чукотку на рыбалку встречаешься такими забавными и прекрасными людьми, которые совершенно вроде простые, но внутренне настолько интеллигентные и приятные люди, которых редко встретишь в высших сферах. человек рождается талантливым или становится? Я думаю, что опять же возвратимся к моему предыдущему тезису круг общения решает очень много. Я в 16 лет уехал в Москву, конечно, я попал в такую очень жесткую мясорубку и пришлось существовать в очень сложных условиях, потому что я с первого курса работал, я работал, у меня было очень много профессий, я так думаю, что я не пропаду, я работал санитаром склифосовского, был полы в кафе шоколадница, работал грузчиком на ликеро-водочном комбинате, у меня было два участка на шелепихе, я работал дворником, работал грузчиком на фабрике Красный Октябрь, ну, в общем, могу все, честно говоря, даже был бизнес, я вязал кофты на продажу, сами вязали, да, я покупали шапки из чисто шестяной ровницы детские в детском мире, из двух шапок я вязал, у меня получался прекрасный свитер, садился часов в 7 утра, к вечеру был готов свитер, я прямо ого-го, а вязать кто научил? Ну, было вынуждено, есть было нечего, одна женщина научила вязать, я вязал кофты, а моя супруга Лена ездила в город Иваново, продавала их там на рынке, так и жили. Игорь, вот смотрите, вязание вас как-то отвлекало, или вообще нравится? оно мне не нравилось, но мне надо было, и я, конечно, там это, причем, среди солнца. получаете прям вот истинно. Рыбалка это, это я там так, я превращаюсь в растение, и так хорошо. Единственное, что телефон, конечно, вот это дьявольское изобретение, когда ты сидишь на другом конце света, где-нибудь на льду, на озере, на реке, и вдруг брынь, айо, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы? Нет, не мог бы. Но это, это космическое занятие. Нравится сам процесс или вот важно, чтобы был результат? Нет, конечно, процесс, конечно, ну, конечно, хорошо, когда клюет, ну, не клюет, и так хорошо. А вообще рыбу едите, любите? Я просто знаю, что я люблю. Ем и готовлю. Бывают, бывают рыбаки, вот они рыбу не едят, а вот сам процесс, это просто рыбу не едят, только пьют, есть и такие, нет, но я люблю готовить. То есть лухает ваша фирма? И не только рыбу, нет, почему уха? У меня, мое фирменное блюдо, это котлеты. Рыбные? Рыбные котлеты. Ой, друзья, не знаю, заходите. Обеды ли вы? Что вы знали? Но у нас здесь уже просто гастрономические ощущения. Прямо сейчас покажем вам очередное видео от моего сегодняшнего гостя. Смотрим. Вышел из дома, кирпич сверху по голове, бас, и все. Где я, кто я, ни имени, ни адреса. Из документов один кирпич. Хоть бы пропуск какой оказался. Мэйдин Джапан. Может, я японец? Подожди. О, записка. Сволочь, домой можешь не возвращаться. Хоть бы адрес написал, куда не возвращаться. А ты, мужик, все время смеешься. Мужик. Мужик. Может, я Орл Азоров? Мужик. Мужик, чего ты смеешься? Чего ты смеешься, мужик? Ты мне скажи, мужик, ты жену любишь? Жену любишь? Что значит чью? Твою. Любишь жену? Вот. У тебя вообще жена есть, ты мне скажи. Есть. А у меня есть и пьет. И еще орет на меня. Ты почему в свое время пьяный с работы приходишь? А я никогда пьяный с работы домой не прихожу, понимаешь? Потому что мне приносят. кстати, кем я работаю? Я помню, что работа у меня не физическая и не умственная. Может, я депутат? А что, однозначно депутат? Однозначно депутат. Кругом одни подонки. Вчера вышел вечером на улицу газету купить. Подбегает один подонок, говорит, чего желаете? А я говорю, комсомолку-толстушку. 50 баксов будет и комсомолка, и толстушка. Мать моя новодворская, что так пресса подорожала? Я говорю, хорошо, а сколько у вас московский комсомолец стоит? Он говорит, 100 баксов в час. Вы подонок, однозначно. Что-то мне как-то явно не жириновский. Кто же я, Ю? Ю? Ну, ну, Ю? Алло? Алло? Теща, это я. Кто-кто? Винокур в пальто. Слышь, теща, ну это, ты представляешь, я вчера зашел в лифт, а там кто-то насмешил меня. Ну, этот, мужик, у которого жена сумасшедшая. Торрект, иди ты к Евгению Петерсянову. Ну, не подожди, если, ну, если вы на курс, значит, должен быть дед и и Лещенко, может, я Лещенко, а? из полей доносится на лень, это гости, там вовсю гуляют все они. просто чудо, три шли на юбилей, ну, а че не пройти-то, если налюбаю. Это что же получается? Винокурый Лещенко два в одном. Господи. О, а это что? Этикетка от кошачьего корма Киттикет. Может, я изящный Борис? Любите меня. Я ваш Борис. Окей. А, может, другой Борис это? Ну, о, уважаемые россиянцы. Жизнь налаживается, понимаешь? Полная лажа. Нет, шо ж делать? Слушай, а может, знаешь, как это говорят в народе? Ну, клин-клином вышивают. Сейчас еще раз кирпичом по голове и кирпич , кирпич. Субтитры сделал DimaTorzok 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 она уже как бы ушла сейчас в основном вы даже можете посмотреть современные все наши кинокомедии конечно качество юмора в кино очень сильно упала на мой взгляд но все шутят по американской схеме комедия положений шутки на половом уровне и ну на мой взгляд это объединение какое-то хотя мне кажется шутить можно надо всем для меня всегда главное чтобы было смешно ну вот смотрите каждый новый год мы же все равно смотрим те советские комедии от которых мы никуда не уйдем и я думаю еще ближайшие сайт лет потому что это любима всеми поколениями то есть каждый новый год это иван васильевич бриллиантовая рука это джентльмены удачи и аналогов нет мы не смогли конечно нет и я абсолютно отрицательно отношусь вот этой тенденции которая сейчас появилась чудовищные ремейки вот на наши вот эти старые кинокомедии но это я не могу это видеть это какой-то ужас но или придумайте что-нибудь свое но зачем же у меня был даже такой номер посвященный тому что происходит в нашем кино и я помню в финале говорил июль Владимирович Никулин он говорил а скажите а у вас нет таких же фильмов но с нормальными артистами после чего папанов добавлял за такие фильмы буду бить аккуратно но сильно хотелось бы чего-то действительно чтобы оно шло не только сюда но и сюда нам бы этого тоже хотелось но мы на позитиве мы на хорошее настроение уверены все таки все будет хорошо все будет хорошо алла борисовна пугачева игорь скажите а вот ваша любимая пародия хотя я понимаю наверняка не все любимые может быть есть какая-то особенная может быть самая дорогая для вас может быть она не давалась вам новые победили сделали блестящие как и все остальные ну самая пародия конечно любимые наверное это все впереди я на это как бы расчет еще не сыгранная да ну я я я всех тех людей нельзя делать пародия вот сейчас сформулирую мне не нравится когда в пародиях начинает обижать тот персонаж на который делается всегда со знаком плюс это правильно когда я училась на жирфаке нам тоже вот мастер курса говорил что вот когда вы берете интервью вот там час у вас и 20 10 полчаса вот на это время если вы хотите чтобы она прошла хорошо вы должны полюбить вашего гостя если вы искренне полюбите полностью расположить еще жена моя смотрит как полностью полюбить то интервью получится и также я уверена вот с пародия просто абсолютно такая же ситуация то есть вы любя подчеркиваем достоинства если немножко и подтрунивая над какими-то недостатками то это дело очень корректно и поэтому все ваши пародия действительно я считаю это просто золотая коллекция но лучшая пародия еще не сыгранная я уверена что мы и не над головой игорь и обязательно будем ждать вас снова у нас в гостях это не то что я с вами прощаюсь это знаете мы так тему подвели я вот еще очень хотела вас узнать скажите пожалуйста как вы относитесь вот к этому бейню которая тоже уже мне кажется менее нашего времени никуда от этого не денешься социальные сети я чех я к маме никакого отношения не имею я не торчу в этих сетях это вот конечно меня с одной стороны как-то пугает потому что вот это бесконечное нахождение там в фейсбуке как люди торчат в инстаграме вконтакте но идет подмена реалий виртуальной жизнью которая все больше и больше замещает конечно там интереснее конечно же когда можно поставить какую-нибудь аватарку с белозубым красавцем сказать об с вами говорит эрик дитсман на самом деле ты живешь под воронежем знакомиться с девушками рассказывать о том как ты прекрасно сейчас отдыхаешь на антиби но я не могу даже предположить как это будет развиваться на мой взгляд конечно интернет победит телевидение это безусловная вещь потому что ну вот эти просторы в которых ты можешь смотреть то что лично тебе интересно и что тебе хочется не то что тебе как бы навязывают на тех каналах которые у нас у всех есть и все больше и больше молодежи она просто не смотрит телевидение это я знаю лично все прям в интернете и вот и конечно и какие-то сейчас у нас какие-то запретительные меры вдруг начинаются по поводу интернета ну это глупо ребята ну куда там лезть все равно все хакнут то что нужно но вот есть игры все-таки ваши поклонники которые следят за вашим творчеством где-то они могут достучаться написать какой-то вам комментарий письмо или может быть вообще отношения ну на заборе можно конечно может быть где-то вот ну какая-то обратная связь не там у меня есть ряд поклонниц девочки которые там ведут неофициальный сайт и вот у них там какие-то до фан-клуб и вот они там обмениваться мнениями и пишут и и присылают и вообще это конечно очень трогательно для меня как пожилого человека когда и юные девы мне пишут стихи делают какие-то фильмы артист если у есть фан-клуб это значит примут высший пилотаж то есть вот видите так что не скромно спасибо то есть все таки какой-то собственный фан-клуб и личный сайт быть может есть я просто хочу все рассказать или зрителям неофициальный сайт там такие битвы прямо идут и какой-то они находят информацию обо мне каких-то концертах вообще-то удивительно я все веду к тому что вот где можно смотреть какие-то афиши ну вот это у них вот неофициальный сад и сайт игоря христианка потому что официальном только такая деловая информация то есть в общем друзья неофициальный сайт игоря христианка и официальный сайт игоря христианка смотрите и самое новое и по поводу творчества и вы там узнаете правильно я все сказал абсолютно друзья что я вам написал да то что с паром шпарганки было то есть канал друзья прямо сейчас очередная порция юмора смотрим улыбаемся шел 6 день передачи друзья но это чуть позже а прямо сейчас игорь вот вы не сможете поспорить с этим утверждением любовь спасет мир вера брежнева смотрим друзья друзья не только любовь спасет мир но и хорошее настроение энергия радость позитив поэтому мы рады что вы с нами на юмор бокс на канале хорошее настроение сегодня я вместе с моим потрясающим гостем игорем христианка пытаемся все эти полтора часа подарить это хорошее настроение вам зарядить вас счастьем добром позитивом чтобы ваша пятница поскорее наступила игорю на сегодня среда мужа готовить опять ну нормально глаза закрыл хоп уже лет как мы с обычно проходит пятница ждете ли вы ее и выходные но у меня нет уже такого жесткого графика рабочего у меня вот бы очень жду первого льда коллеги рыболову не выходите на лед раньше того как толщина льда не достигнет 5 сантиметров потому что уже по моей имеющейся у меня информации несколько человек купалась вовсю хорошо все остались живы игорь вот как раз мы переходим к советам не хотелось бы от вас получить профессиональный совет для наших телезрителей быть может начинающих артистов пародистов которые только пытаются найти себе в этом сложном и очень талантливым противоречивым может быть в чем-то жанре скажите посоветуйте что-то как вообще поверить себя найти в себе силы как начать может быть заниматься именно эстрадной пародией ну во первых я никогда не относил себя к профессиональным пародистам я я актер ну дело в том что как бы вот сказать вот сейчас я стану пародистам и и все равно какие-то ну наверное нужно иметь внутренние такие манки которые позволят тебе заниматься этим жанром но надо работать это конечно очень очень тяжело вот ну как спортсмен они же тренируются до пота до кровавых мозолей репетиция это такая вещь которая дает тебе ощущение понять но только не перед зеркалом ребята это порочный путь надо с кем-то работать с человеком который тебе будет что-то подсказывать как-то ну потом когда уже нарастите мускулы и мясо можно уже что-то одному пытаться делать но работать как писал владимир ильич ленин работать и и лечиться игорь нас как вы считаете очень многие сейчас вот так же кто нас на телевидении медийные личности у них нет например образование актерского профессионального однако они также нашли себя в этом жанре вот вы считаете важно получить именно фундаментальное знание или это все зависит опять-таки от таланта безусловно на мой взгляд очень важно получить потому что понимание профессии ну она в какой-то мере может наверное прийти с с опытом потому что все познается эмпирическим путем безусловно но научиться сначала кубики раскладывать а потом уже башню из них нужно строить ну я как профессионал просто я смотрю вот на огрехи ну не буду называть фамилии артистов которые не имеют профессионального образования и потом снимаются в фильмах играют в спектаклях но все равно я-то вижу нитки белые торчащие из швов кто-то может на это не обращает внимание но мне как человек профессиональным это всегда видно и и очень жалко что так происходит игорь любую свою беседу с гостем я завершаю близ запрос о который создан специально для вас и я надеюсь на вашу откровенность формы и так думаю первый вопрос будет вам понятен опера или балет ну конечно опера а любимое женское имя елена ваш самый большой недостаток я вспыльчивый роль вашей мечты фигару с какими когда-либо живущих актеров вы мечтали бы сыграть с миром любимое время года весна а сейчас пожалуйста продолжите фразу игорь христианка через 10 лет это старый юный актер актер друзья с большой буквы еще и безумно талантливый человек артист пародист кино актер театральный актер и человек который озвучивал потрясающие мультфильмы на которых выросло не одно поколение но это не значит игорь что вы у нас взрослый это значит конечно конечно нет это значит а где я скажу это значит что вы безумно талантливым и вас ждем всегда в гости приходите пожалуйста вот еще один вопрос на форумах у нас был скажите где в ближайшее время можно лицезреть ваше творчество быть может какие-то моноработы спектакли или в каких-то будете больших концертах задействованы нет сейчас у меня большая поездка там по уралу по сибири к новому году должны быть и концерт в доме кино такие в общем сборные концерты юмористические так что будете у нас на колыбе игорь я также еще хотела рассказать вам и нашим телезрителям что 17 ноября у нашего холдинга music box будет грандиозное событие четвертая реальная премия music box там будет самое интересное музыкальное шоу этой осени а кругу сити холл 17 ноября а может быть и вы придете мы будем вас очень ждать начало 20 00 это будет самое феерическое музыкальное шоу всех времен народов много сюрпризов звезд и всего самого интересного друзья для тех кто еще не приобрел билеты они еще есть в кругу сити холд но поторопитесь их с каждым днем становится все меньше и меньше осталось 6 тысяч всего будем рады вас видеть всего вам самого хорошего это была программа маленькая пятница мы были в прямом эфире меня зовут мария ос у меня сегодня был потрясающий гость игорь христенко мы дарили вам хорошее настроение надеюсь у нас это получилось желаем вам всего самого доброго и главное пусть ваша пятница поскорее наступает радости на сердце